Всем привет! Итак, сегодня 27 марта, в Челябинске закончился 8-й тур чемпионата Уральского федерального округа среди мужчин. Я играл белыми с тюменским молодым шахматистом Александром Сычевым. Ну, Александр, насколько я знаю, занимается в последнее время в школе известного тренера Ерсаныча Призанта. Поэтому у него очень неплохая дебютная подготовка. И было решено пойти туда, где нас не ждут, естественно. С4, Е6, Конь Ф3, Д5. То есть это почти каталон, но пешки на Д4 нет. То есть я проверяю. Хода С5 сейчас нету, потому что я съем на Д5. Ход Д4 есть, но я к нему готов. Там можно и Е3 пойти, и даже Б4 интересно, как мне кажется. А вот хода ДС я не ожидал. Но здесь, как бы, теории уже не так много. В моих партиях этого точно не встречалось. Или встречалось, но настолько давно. Ну, там, лет... больше 15 лет назад, да. Ферзь А4, шах. Конь Д7. И я решил пока что не брать на С4. Это ошибка. Пишет компьютер мне. Я сделал рокировку. Правильный ход. Ферзь бьет С4. И на С5, Д3. Идея в том, чтобы после А6 отойти, условно говоря, Ферзь С2. И у черных нет хода Б5 из-за Конь Д4. И вот эти позиции, они для черных достаточно опасны. Я все перепутал, естественно. Потому что, ну, так как меня ждут много в каких вариантах, я решил, что вот если эта линия случится, то буду разбираться за доской. Я сделал рокировку. Конечно, здесь сильнейший ход А6. И после Ферзь бьет С4, Б5. У черных полноправная игра. Неважно, сыграют белые Ферзь С6 или сразу куда-то отойдут Ферзь. Слон вышел на Б7. Пешка С7 идет на С5. Ладья на С8. Никаких проблем у черных нет. Но Саша подумал достаточно недолго и сыграл Слон Д6. Здесь движок говорит, что Ферзь бьет С4. Это не просто первая линия, а реально сильнейший ход. Я так не сыграл. Идея в том, что, ну, А6, Ферзь С2 и снова хода Б5 нет. А после Е5 возникают достаточно удобные линии варианта дракона с переменной цвета для черных. Удобные. То есть, можно Д4 пойти, можно пока ладья Д1. Можно поставить пешку на Д3. Конь на Д7 стоит безобразно в этих позициях с пешкой на Е5. Я сыграл Конь А3. Это вторая линия. Ход нормальный. И здесь Александр взял Слон бьет А3. Но ход, конечно, не лучший. Только что Слон вышел на Д6, а теперь рубит коня на краю доски. Вот. То есть, после рокировки... Вот движок говорит, что первая линия такая. Рокировка конь бьет С4. И теперь конь Б6. Вот этого дурацкого коня разменяли. И почему-то движку кажется, что эта позиция равная. Ну, как по мне, у белок поприятней. Причем, вне зависимости от того, поставим мы пешку на Д4. Или она окажется на Д3 у нас. То есть... Вот даже... Даже... Ну, вот я бы, наверное, Д3 поставил. То есть, у нас как бы есть большинство в центре. И рано или поздно используем. Слон бьет А3 ход почему плохой? Помимо сильнейшего, рекомендованного движком ферзь бьет А3. И черные не могут защитить пешку С4. То есть, они ее могут. Но белые ее просто разменивают. У черных проблема с рокировкой. Хода Б5, кстати, не намечается. То есть, движок говорит, что достаточно пойти Б3. Или пока ладья Д1. Чтобы Д3 вскрыть. Ну, вот... Не проанализировав, не поработав над такими позициями, конечно, сложно понять, что здесь за пешку мощнейшая компенсация у белых. Вот. Я взял пешкой. Этот ход мне, в принципе, нравится. Потому что слон готов при случае оказаться на А3. На моих глазах, в такой пешечной структуре, Дима Чупров, царство имени небесное, обыграл мужа Александра Костеню, Павла Трикубова, в 2000 году еще. То есть, тоже взял на С4. И потом подорвал все вот эти пешки. Я играю вот как примерно Дима тогда. Ну, за счет чего у черных может быть контр-игра при этих сдвоенных пешках? Где-то на А4 может расположиться конь. Очень неплохо. Если белая поставит пешку на Д4, то конь может оказаться на С4. И при поддержке белопольного слона с Б7 будет неплохая игра по белым полям. Поэтому Ферзь С6. Ферзь С6 это первая линия компа, как выяснилось. И А4. То есть, надо срочно подрывать эти пешки. С5. Ну, вот здесь движок рекомендует не меняться на Б5. Хотя, нет, уже первые две линии, они как-то три линии. Они примерно одинаковые. Вот. Я разменялся. И пошел А4. А4 это вообще четвертая линия. То есть, этот ход комп не рекомендует. Но позицию считает примерно равным. То есть, меня это устраивало. То есть, по дебюту я не получил хуже. Уже хорошо. Вот А4. Мне ход нравится куда больше, чем слон А3, рекомендованная движком. Черные должны играть Б4. Но пешка должна быть именно здесь. Она при случае может дать неплохую контр-игру. Слон Б2. Рокировка. Д3. Тут Саша меня удивил ходом Ферзь С7. Но это первая линия движка. Да. Я вдумался, ход реально хороший. Но на ладья ФЦ1, естественно, стоило продолжить. Вот это. Вот ладья ФЦ8. И здесь белые не могут пойти Е4. Ввиду, как мне казалось, С4. С очень хорошей компенсацией за пешку. Очень быстро все поля оказываются заняты. Но есть еще интересный ход слона А6. То есть, с целью просто надавить на пешку Д3. Вроде белые не успевают перебросить коня на Б3 в хорошей редакции. То есть, это уже у белых похуже. Я собирался на ладья ФЦ8 играть конь Д2, сохраняя примерно равную позицию. Слон Ж2, король Ж2. Ну и как-то не знаю. Ну, считал, что сейчас поставлю пешку на А5 коня на Б3. И буду переигрывать потихонечку. Вот. Получится, не получится. Это как бы вилами по воде писано. То есть, позиция примерно равная. Но Саша удивил меня ходом ладья ФЕ8. То есть, движок и этот ход считает не самым плохим. Говорит, белым надо было взять на Ф6 и пойти конь Д2. Ну, слон бьет Ф6. Мне ходить было, если честно, страшно. И я так не сыграл. Потому что на слон Ф6. Как-то тут пешка Б, ее уже слон не держит. И она при случае может дойти до Б2. И, соответственно, навести шорох. Ну, вот, условно, ЖФ. Чтобы не отдавать на Ц5. Конь Д2. Слон А6. То есть, слон Ж2 стреляет в пустоту. Ну, понятно, что коня на Б3 мы поставили. Он поставил, в свою очередь, ладью на Ц8. И как-то мы стоим. То есть, позиция... Ну, я уже кучу раз об этом сказал. Она примерно равная. То есть, ну, что бы я тут делал, не знаю. Вот. Но я сыграл Е4. И движку этот ход активно не нравится. Он говорит, что после слона А6. Конь Д2. Е5. Я собирался, по-моему, слон А3 выпрыгивать. И мне казалось, что вот эта позиция, она у белых очень приятная. А движок говорит, что Роман Юрьевич этот тип позиций не особо и понимает. И она похуже чуть-чуть. То есть, мы, конечно, слона А6 пешками Д3 и Е4 ограничили. Но пешка Д3 при случае сама является слабостью. Ну, и если черный конь попадет на Д4, то белым, конечно, станет просто очень плохо. Вот. Ну, может, не слона, что у меня были еще какие-то мысли. Типа, конь С4 или А5 или конь Б3. Но вот Александр же решил, что пора форсировать события. И сыграл С4. Все, после этого у белых уже столбик. То есть, просто здоровая лишняя пешка. При ладе на С8 это было великолепно. А здесь, ну, естественно, ладья идет на С7. Ладья С8. И здесь я вот выбирал достаточно долго. Потратил очень много времени. Здесь заманчивая ладья бьет С8 и конь Е1. То есть, есть просто здоровая лишняя пешка. И черные ее не могут отыграть. Но я сыграл по первой линии. Ладья С1. После размена. Конь Б6. И здесь я не поднял ход А5. То есть, я считал, что на А5, погодите, что на коне А4? А, просто есть офигеть. Смотрите, какая красота. А6. И если конь бьет Б2, то слон бьет Е4. Конь бьет Е4. Ладья Б7. Ладья уходит. Неважно куда. И А7. И ладья Б8. Вот это я не смог посчитать. Я увидел ход коня А4 и думаю, о, контр-игра у противника. Не, не надо. И взял на Е4. И после конь бьет Е4, уже не А5 сыграл. А сразу конь С6. Почему важно было включить А5? Это... Потому что здесь, в случае коня А4, нету хода ладья А8 и нет хода ладья С8. А на ладья Е8... Ну, опять же, из поля моего зрения выпал ход ладья Б7. И партия просто... Ну, сейчас белые отнимают на Б4. Пешка А остается. Бить слона черные могут, но на ладья бьет Б4. Ничего себе. Ладья бьет Б4. Если конь Д3... А, это вилка. То есть, подвисли два коня. Вот тут... Не, ну, понятно, что... Уже не вижу даже вилки. Видите, насколько уже устал за эти 8 дней. Вот. Ну, я предпочел пойти конь С6. После ладья А8 взяли-взяли. Взяли на Б4. Я оценил, что этот тэншпиль с прекрасными шансами на победу. Мне только важно разменять одного коня. То есть... Кстати, не важно на кого. На коня или на слона. У противника два коня. Одного из них мне надо разменять. Ну, как мне казалось. Ф6. Движок, говорит, надо быстрее пешку атащить. А5, А6. Я не сообразил. Я поставил слона на Д4. Тут зачем-то Александр сыграл конь С4. Конечно, конь на Д2 пока что отнимает поле Ф3. Можно было пойти Е5. И на Е3 слон расположен не очень хорошо. На слон Е3, конь С4. По-моему, я собирался все равно ставить слона на С5. А здесь черный конь может при случае отправиться на Б3. Видите, черным хорошо, что у них две лошади. Вот. Но Саша пошел конь С4. Тут очень добротным ходом было Ф4. Мысль такая у меня была, чтобы в случае Е5 у черных, ну, классическая проходная по центру против отдаленной. И любые окончания почти выигранные. Но я решил, что надо быстренько вытащить короля. И вот здесь король Е4 не годится из-за короля Е6. Срочно конь Д5 и на король Е6 конь Е3. И, к моему удивлению, Александр очень быстро взял коня на Е3. Ну, после конь Д2, король Е2, конь Е4, слон Б4. Тут кони начинают при случае прыгать. Сейчас конь пойдет на А6. И доказать, что у белых здесь хорошие шансы на выигрыш, очень нелегко. А после конь бьет Е3, король бьет, я взял слоном и уже не сомневался в том, что выиграю Ф5. Дело в том, что коневой 4 на 3 в такой структуре и при отдаленной пешке А он выигран процентов на 99, наверное. Но ведь слон сильнее коня в борьбе на разных флангах. Здесь был неплохой ход Ж4, говорит комп. Но мне Ж4 играть не хотелось. Потому что слон должен при случае у нас будет заезжать наши пешки. Я сделал обвод. Король Е2 уже первая линия. Это король Е2, король Д5. Естественно, король пошел дальше. Конь С7. Пешку надо вести. Если конь пойдет на Е6 или на Б5, мы пойдем и А6, и А7. И потом легко королем через поле Д5 проникнем. Последовало конь А6, король С3. И еще два подряд хода, которые меня порадовали. Вообще, чем дальше пешки от белого короля, тем сложнее их забрать. То есть, пешку А однозначно надо было оставлять на А7. Пешку Ж, возможно, стоило поставить на Ж6. Упорную оборону черные еще могли осуществить. Но ходы А5. Ход А5 очень существенно испортил черным пешечную структуру. А сейчас еще и ход Ж6, который я собирался вызывать. То есть, ход тоже жутко критикуемый компьютером. И в итоге вот эта позиция, оценочка уже плюс 3. Причем, ходы почти любые. Я сыграл по четвертой линии. Так, сейчас она уже вторая. А теперь снова четвертая. Но оценка плюс 3,5. Король Б3. Ну, черным плохо, потому что на конь С7, например, я прохожу через Б4, мне казалось. Король Б4. Вынуждаю все равно король С6. Ставлю короля на С4. Если конь куда-то пойдет, пешка отправляется на А7. На конь Е8 еще слон С5. Хороший ход, чтобы конь на Д6 не попал. Вот. Я достаточно много времени уделил расчету такого варианта. Конь Б8, король Б4. Конь С6, король Б5. Вот так, впрямую. Если отдать коня. Ну, выясняется, что ничего страшного нет. Мы меняемся. Слон идет на Б6. Ход Ж5 не работает. Потому что просто съели и на король Ф5. Ж6 и на взятие слон Д8. И на король Ф5 и Ф3. Вот. А тут было понятно, да. Вот. А если король Ф3, то просто король идет к пешкам. Король Ж4. Слон Д8. Король Ф3. И самое простое. Слон Ж5. Все. Черные могут съесть на Ф2, но на Ф4 они потеряют. Вот поэтому такая пешечная структура была явно не в пользу черных. Король С4. Конь С7. Ну, слон А6 пишет движок первая линия. Я увел слона на С1. Видимо, линия пятая или шестая. Но все равно оценочка плюс 2,5. То есть, шансов спастись практически нет. Ну, понятно, что в этой позиции надо было играть конь Ф7. То есть, на Е4 белый слон отлично подключится к задержанию черных пешек. И король вот уже очень скоро съест на Ж6 и потом на А5. Вот. Единственный шанс был это сыграть конь Ф7. Мне бы пришлось сыграть слон С1. Отнять, ну, воспрепятствовать идею Ж5. И на конь Д6 все-таки отправляться с той стороны. Слон А6. С идеей слон ЖС. Ну, и на условное конь Е8. А, по-моему, слоном надо с Д2. Конь Д6. Сейчас, погодите. Где-то тут все-таки А6 и А7 должно быть. Нет, не слон Д2. Слон Е3, наверное. Да, слон Е3. И мы хотим А6, А7 и отправить... Ну, или король С4 и А6, А7. То есть на условное конь Д6 просто уже... А, А6, говорит, Ф4, Ж, Ф, Е4. Фига себе, какая была тактическая идея у черных. Движок говорит, что слон С1 и на конь Е4, Ф4. Очень крутая идея. Ф4 я не видел. И после конь Б3 и ФЕ становится понятно, почему слон с пешками все-таки сильнее, чем конь. Вот. Вот эту идею я хотел осуществить, не видел как, да. Но Саша меня существенно упростил игру. Он пошел конь Е4. Я взял на Ф4. И после конь Ф2, король С4, конь Е4. Белый король очень быстро пробегает к пешкам. Я пошел король Д4. Пешка опять потерялась. Ну, и теперь угрожаем сыграть король Ж6. И здесь уже нет хороших ходов. Черным надо либо терять пешку Ф5. Либо пропускать белого короля на Ж6. После чего проходит пешка Аш. Ну, Саша посмотрел на все это и сдался. В общем, в окончании ошибались оба. Вот. Но мои ошибки все абсолютно были поправимы. Вот. То есть, перевес белых был достаточно большой. И я, как бы, не выпустил. А вот Саша зря разменял коней. То есть, возможно, проблемам размена в школе Ярсаныча уделяется меньше времени, чем дебютных файликов. Ладно. Всем спасибо. Я обеспечил себе выход в высшую лигу чемпионата страны. Неожиданно. Иду пока что на первом месте. 7,5 из 8. Завтра играю черными с молодым челябинским спортсменом Егором Кашуляном. Он меня белыми обыграл в Плиц на мемориале Щербина. То есть, спортсмен непростой. Сегодня получил тяжелейшую позицию, правда, белыми, против шахматиста из Екатеринбурга. Сейчас сообщу. Артема Макова. Вот. Но сумел перекрутить и даже выиграл. И за это ему опять белый цвет против меня дают. В общем, ладно. Всем спасибо за поддержку. Постараюсь завтра сыграть тоже хорошо. Завтра тур у нас в 11. И в случае равенства очков в дележе первого места предусмотрен тайбрейк. Все. До свидания. 11. Это 9 утра по Москве. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова